С апреля по сентябрь жаркий сезон. Именно в этот период происходит большая часть возгораний. За каждым инспектором пожарного надзора закреплены несколько сотен объектов. Все они требуют постоянного внимания и контроля. Инспекторы регулярно посещают детские сады и школы, проводят уроки безопасности и тематические конкурсы. Летом работают в оздоровительных лагерях. В рамках профилактических мероприятий сотрудники отдела общаются с руководством организации по недопущению нарушений требований пожарной безопасности, проводят консультирования. Также консультации оказываются и в городе жителям, и с маленькими детьми проводятся тренировки, какие-то игры проводятся, веселые старты на противопожарную тематику. Специалисты также занимаются расследованием по факту пожаров. В чемоданчике дознавателя – фотоаппарат, дальномер, пирометр, измеритель температуры, дозиметр, мерные цилиндры, пробирки для забора проб и многое другое. Всем этим арсеналом пользуется инспектор для определения причины возгорания. Дознаватель, который выезжает на место происшествия, определяет степень уничтоженного имущества, находит очаг пожара, устанавливает причину пожара. Если мы не справляемся, к нам в помощь приезжают сотрудники судебно-экспертной организации из города Москвы. У сотрудников немалая бумажная работа из заполнения актов проверок, предписаний, протоколов и отчетов. У пожарных есть своя примета – уходя с работы, не желать друг другу отсутствия происшествий. Во многом благодаря усилиям этих специалистов бед с огнем можно избежать. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, поздравляю вас с 96-летием образования Госпожарного надзора. Особую благодарность хочется выдать ветеранам пожарной охраны, которые стояли у истоков создания Госпожарного надзора. Желаю вам долгих лет жизни, взаимопонимания в вашей семье, счастья и всего самого хорошего. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.